Родился 22 января 1954 года в семье военнослужащего Исаака Ермольника, 1930-2010, командовавшего мотострелковым батальоном, и Фаина Ермольник, род, 1935, лаборанта в клинической лаборатории. В детстве занимался плаванием, конькобежным спортом, музыкой, участвовал в драматической студии, увлекается музыкой группы «The Beatles». Детство и школьные годы прошли во Львове. Окончил театральное училище имени Б. В. Щукина в 1976 году. Выпускник курса Юрия Катина Ярцева, которого считает своим учителем, в 1976-1984 году. Актер театра на Таганке, параллельно снимался в кино, по словам Леонида Ермольника, он считает, что, некоторую известность, ему принесла роль преступника Гнуса в кинофильме «Сыщик», 1979 года. Многие подростки повторяли придуманное Ермольником, блатной, жест с плевком на палец и последующим растиранием пальца подбородок. Произносили фразу Гнуса, не рычи, козел. Эта фраза принадлежит не Гнусу, а его партнеру по эпизоду. Герою, Захарченко, запомнилась зрителям роль Феофила, сын барона Мюнхгаузена, которую Ермольник сыграл в фильме. Тот самый Мюнхгаузен, вышедший на экраны в том же году. Однако, невероятную популярность, и, повсеместно узнавальность, Ермольнику, по его мнению, принесла эстрадная миниатюра «Цыпленок табака», сыгранная им чуть позже в жанре юмористической пантомимы и показанная в популярной телевизионной юмористической программе «Вокруг смеха». В конце 1980-х годов гастролировал в США вместе с Андреем Макаревичем. В начале 1990-х годов Ермольник становится одним из самых популярных персонажей зарождающегося отечественного шоу-бизнеса. В это время он вел на советском радио шоу Леонида Ермольника. В 1991 году принял участие в последнем выпуске «Капитал-шоу. Поле чудес» с Владиславом Листевым, соучредителем и президент студии «Л-Клуб. Дистрибуция фильмов». Вел одноименную передачу на телевидении. Был ведущим телеигр «Форт Боярд», «Отель», «Золотая лихорадка» и «Гараж». До 2012 года являлся членом жюри КВН и, в частности, 12 раз подряд участвовал в жюри фестиваля КВН. Голосящий Кевин, позднее из-за разногласий с Александром Масляковым не стал участвовать в работе жюри КВН. С 2 марта по 8 июня 2014 года был членом жюри в шоу «Перевоплощений». Точь-в-точь, работает в театре. Современник, самый трудный из своих работ в кинематографе Леонид Ермольник считает роль донору Маты в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом», работа над которым длилась 15 лет. В этой связи актер вспоминает придуманный Александром Абдуловым анекдот. Один киношник говорит при встрече другому. Слышал, Ермольник на съемках у Германа умер. Второй сокрушается. Ухайдо калтаки, чоэрстэ, замучил до смерти. А первый ему, не е, люня от старости скончался. В то же время работу с Алексеем Германом Ермольник считает подарком судьбы, школой профессии и школой жизни. После развала Советского Союза в 90-е годы Леонид Ермольник материально поддерживал известных советских киноактеров, оказавшихся на грани нищеты, ежемесячно высылая на их адрес по 200 долларов США. Продолжение следует...